Биология Биологическое оружие Биология 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 Нам не стоит волноваться по поводу брюшного тифа, дизентерии, стафилококковых инфекций и вирусных гепатитов. Теперь же я предлагаю нам рассмотреть модель территории, на которой в теории было применено биологическое оружие. Она выглядит примерно так и состоит из двух основных зон. Зона А, или очаг биологического заражения, это зона с массовым поражением растений, животных и людей. Зона Б, зона, которая непосредственно находится в близости к зоне А, на которой в будущем возможно дальнейшее распространение инфекции. К предупреждающим мерам, которые способствуют содержанию инфекции в зоне А, и чтобы мы не могли позволить ей выбраться из зоны А в зону Б, относят обсервацию и возможный дальнейший карантин. Но также стоит учитывать, что помимо способности вызывать физические травмы и болезни, биологические агенты могут использоваться при введении психологической войны. С учетом того ужаса, который вызывает у людей бактериологическая угроза, доказано, что люди в более выгодном свете представляют вредные последствия, связанные с обычными материалами, к примеру, тех же огнестрельное оружие, нежели последствия, связанные с инфекционными и токсичными материалами. Но если о биологическом оружии человечество уже давно имело определенное представление, то сравнительно новым явлением в современном мире является биотерроризм. Биотерроризм – это непосредственно использование биологического оружия с целью уничтожения экологических, продовольственных и биологических ресурсов. О реальной угрозе и проблеме использования биологического оружия в мировом сообществе начали говорить только после 11 сентября 2001 года, когда США захлестнули почтовые рассылки белых конвертов с неизвестным белым порошком внутри. Позднее в нем обнаружили споры бациллус антрасис – несколько человек погибло. И тогда именно и заговорили о биологическом оружии как о способе ведения войны в 21 веке. Но, тем не менее, биологические средства в военных целях применялись испокон веков. Так, первый достоверно известный случай целенаправленного применения бактериологического оружия произошел в 1346 году, когда войско Золотой Орды держало в осаде генуэзскую крепость Кафу. В лагере монголов, вовсе не привыкших к оседлой жизни, началась эпидемия чумы. И когда осада была снята, несколько трупов забросили за крепостные стены. Это способствовало распространению инфекций по городе Кафе. Даже есть гипотеза, что этот инцидент сыграл немаловажную роль в распространении по Европе широко известной пандемии «Черная смерть». В XVI веке испанские конкистадоры завезли оспу в Америку. Когда Эрнан Кортес, он же известный испанский конкистадор, высадился на берега полуострова Юкатан, Ацтекская империя имела население в несколько миллионов человек. В конечном счете, поразительным успехом Кортеса оказалась не столько божья помощь, особая тактика или превосходство вооружений, сколько тайное оружие в виде вируса оспы. В результате этого в Мексике местное население, не имея вовсе никакого иммунитета к неизвестной ранее болезни, сократилось примерно в половину. На этой картине вы можете видеть примерные иллюстрации тех событий. Имя британского генерала Джеффри Амхерста связано с еще одним применением биооружия в Северной Америке. В переписке с офицером Генри Букетом он предлагает в ответ на восстание индейского вождя Пантиака подарить им одеяло, которыми ранее укрывали больных оспой. Результатом проведенной акции также стала эпидемия, повлекшая гибель нескольких тысяч индейцев. Но все же той самой отправной точкой подготовки к будущей разработке биологического оружия можно считать 1676 год. В этом году микробиолог Антоний Иван Ленингук открывает и описывает бактерий. Но до целенаправленных исследований в этой сфере остается чуть более чем 200 лет. Так исследовательские программы начинаются в 20 веке. Довольно интересный инцидент произошел в Великобритании. Во времена Второй мировой войны, а вернее в 1942 году, проводился особый эксперимент. Для испытаний был выбран пустынный шотландский остров Грюинард площадью 2 квадратных километра. Все доставили стадо из 80 овец. В небо подняли бомбардировщик со спорами бациллус антрацис, той же бактериантракса, возбудителя сибирской язвы. Бомбу сбросили, животные погибли. Таким образом было доказано, что сибирская язва довольно эффективный материал при введении биологической войны. Остров дают о себе знать только в 1981 году, когда некая боевая шотландская группировка Dark Harvest Commando рассылает в Центр химической защиты в Порт-он-Дауне пробы почвы с Грюинарда. Земля оказывается зараженной, и несколько человек погибают. Проблема острова решается через 5 лет властями. Принимается решение залить остров формальдегидом, а верхний слой почвы удалить. Сюда вновь доставляют овец. Они все оказываются, к счастью, живы. И в 90-м году прошлого века остров официально становится безопасным. Все предупреждающие знаки снимаются. Медленно, но неуклонно высыхающее Аральское море неприветливо. Весной, летом и осенью ветра поднимают здесь тучи соленой пыли, которые приводят к сильным аллергиям. Но не только пылью опасно при Аралье. В советское время здесь существовал комплекс Аральск-7, который специализировался на производстве и испытании биологического оружия. Масштабные исследования проводились здесь с 1948 года. Это был самый крупный полигон, где методами распыления и подрыва испытывали техагентов. Испытанием Крайла подвергались животные, морские свинки, морские свинки, другие грызуны, лошади и даже павианы. Сам остров был выбран не случайно. Летом здесь температура достигала 45 градусов, что способствовало частичному естественному обеззараживанию. Комплекс Аральск-7 функционировал до 1992 года. Но что примечательно, так это то, что достоверно известно, что и сегодня на острове существует несколько крупных захоронений, так называемых могильников, животных, которые погибли при испытаниях. Что, как мне кажется, явно заслуживает внимания мировой общественности. По поручению военного ведомства Японии в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века японский микробиолог Сиро Иси совершает особое турне по лучшим бактериологическим центрам Европы. Он посещает такие страны, как Франция, Германия, Италия и Советский Союз. В своем итоговом докладе он убедительно доказывает, что биологическое оружие крайне необходимое Японии. Доклад впечатляет военных, и по особому указанию военного министра выделяются средства для создания специального комплекса, наиболее известное название которого – «Отряд 731». Подразделение обосновалось в 20 километрах южнее Хорбина и насчитывало примерно 100 зданий. Научный персонал отряда набирался из лучших выпускников самых престижных японских университетов. И за время существования было поставлено колоссальное количество опытов на живых людях – заключенных, военнопленных и просто арестованных жандармерией. Профильными экспериментами отряда считается исследование с эффективностью различных видов болезнетворных микроорганизмов. К примеру, Сирайси к концу Второй мировой войны выводит штамм чумной бациллы, превосходящую обычную в 60 раз. Биологическая рецептура хранилась в сухом виде, и перед использованием недостаточно было просто смочить питательным раствором. Деятельность отряда прекратилась в 1945 году, когда на Японию сбросили вторую ядерную бомбу. От командования тогда поступил приказ действовать по своему усмотрению, что могло означать только одно – немедленную эвакуацию персонала и любой документации. Ныне одно из зданий бывшего отряда 731 – мемориальный музей. Готовая материал по биологическому оружию, я не могла оставить без внимания личность человека, который посвятил первую половину своей жизни его созданию, а вторую же половину – беспощадной борьбе с ним. Знакомьтесь, доктор Кеннет Алибек, он же Кеннаджан Алибеков, родился в 1950 году в Казахской ССР. Он ученый-микробиолог и специалист в области инфекционных заболеваний. Кеннаджан в течение 17 лет работал в организации «Брио-вио препарат», которая непосредственно и специализировалась на разработке биологического оружия в Советском Союзе. В 1990 году он направляет Михаилу Горбачеву докладную записку, где аргументированно просит прекратить все исследовательские программы в Советском Союзе по разработке, а после получения согласия он лично руководит всеми этими процессами. Через пару лет он эмигрирует в США, где за 7 лет в авторстве с журналистом Стивом Хендельманом он выпускает свою книгу с названием «Биохазард», в переводе на русский «Осторожно-биологическое оружие». Думаю, что Кеннаджан Байзакович согласился бы с тем, что противостояние биотерроризму – довольно сложный процесс. Но, по состоянию, на сегодняшний день не все так плохо, и мировым сообществом уже учрежден ряд документов, которые способствуют предотвращению актов биотерроризма и распространению биологического оружия в мире в целом. Так, в 1925 году подписывается Женевский протокол. Что примечательно, так то, что данный документ запрещал лишь использование биологического оружия. Речь о его создании, хранении, транспортировке вообще не шла. Проблема с этими неточностями оказывается решена почти через 45 лет. Так подписывается другой документ – КБТО или Конвенция о биологическом и токсинном оружии. Все неточности с транспортировкой, хранением и созданием оказываются решены. 2005 год. Американская частная некоммерческая организация «Фонд Карниги», основной целью которой провозглашается содействие миру между странами, содействие диалога между странами, выпускает интересное книжное издание, в котором сопоставляет нынешнюю политическую карту мира и возможной резервации биологического оружия. Таким образом, к потенциальным обладателям бактериологических средств уже сегодня относят Россию, которая, вероятнее, продолжает работу Советского Союза, а также Израиль и Северную Корею, которые могут преследовать свои военные цели. В существовании специальных исследовательских программ подозревается Китай, Египет, Сирия и Иран. А вот Индия и Пакистан получают статус потенциально заинтересованных. Но, тем не менее, даже на фоне двух официальных международных документов сотен организаций, которые боятся за глобальное разоружение, проблема биотерроризма остается крайне актуальной. Ведь террористов вовсе не волнует ни неизбирательность микроорганизмов-возбудителей, ни международные конвенции. Их задача лишь сеять страх и добываться таким пустем поставленных целей. Согласитесь, биологическое оружие подходит здесь как нельзя. Идеально ведь. Что может вызывать больше страх, чем бактериологическая угроза? Ну, разумеется, здесь не обошлось и без средств массовой информации, литературы, кино и СМИ, которые окружили эту тему особым орелом неотвратимости. И в заключение хочется сказать, что биологическое оружие напоминает чем-то сказочного джина в бутылке, производство которого в дальнейшем поставит человечество перед новой угрозой безопасности. А нам пока что с вами остается лишь надеяться на здравомыслие вида «человек разумный». На этом у меня все. Спасибо за внимание. Ваши вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, известно, какие штаммы испытывались в Аральске сель? Там испытывалась в основном сибирская язва из-за болеваний. Именно поэтому и могильники, и животные. А черная оста? На счет этого точно не знаю. Да. Что вообще обычным гражданам, если узнали, допустим, о погрозе биологического опасности, что им делать? Вот смотрите, у нас в стране в каждом общественном учреждении, будь то муниципальное или какое-либо другое, существует определенный свод правил, свод правил по гражданской обороне. И там есть ряд документов, в которых прописываются действия населения при бактериологической, химической или атомной угрозе, ну, из всех видов особо опасных оружий массового поражения. И, собственно, там об этом всем рассказывается. Да. Там были 80-летчиков, которые скинули в бомбу с язвы. Они умерли от язвы или от бомбы? Они умерли от язвы, потому что площадь была 2 квадратных километра. Возможно, бомба была сброшена непосредственно не на них, а куда-то в другой район. Но в итоге они все погибли, и факт остается фактом. Да. Вы сказали, что в Белгородской области думалось, как в России, в Северной Акаде и в прочих каких-то странах. Но были ли такие разработки в Украине? Ну, в Украине, ну, если мы берем Советский Союз и Украину, которая входила в определенное время в Советский Союз, то насчет Украины, вот особых комплексов у нас, как известно, не было. Но стоит учитывать, что этот вопрос, но этот вопрос, возможно, мы не знаем о всех комплексах, потому что эта тема, она не совсем афишировалась, и, возможно, распространение этой информации для нас доходит лишь частично. Да. Самый главный вопрос. С яблоками все хорошо? Что? С яблоками все нормально? Да, вроде все нормально. Какие самые эффективные способности для биологического оружия? Индивидуальная защита. Наверное, наиболее эффективный способ борьбы с биологическим оружием, его предотвращение, его использование. Но если все-таки, допустим, биологическая угрожа оправдала себя, и у нас есть проблемы с этим, то, значит, индивидуального способа защиты, то это, наверное, противочумный костюм, который защищает почти что от всех. Изоляция? Да, изоляция. Ну, о другом здесь, к сожалению, идти речь вообще не может. Да? Вы рассмотрели фильмы? Нет. Посмотрите, кто у нас на пене. А, нет? Иссо-пенео. Да. Ну, вообще, все. Пожалуй, все. Бетельгейса намного больше, чем Сириус, и она такая яркая из-за своей величины, хотя находится она намного дальше. В созвездии Ориона есть астеризм известный, пояс Ориона. Это три звезды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова